Развитие отраслей. Мы сейчас видим, что одна из отраслей у нас идет, как это, резко в рост, ну, в связи с сложившейся объективной ситуацией, это, соответственно, сфера ВПК, и, соответственно, она за собой тянет развитие и технологий, и, соответственно, всех сопутствующих отраслей. Вот мы можем как-то более... Ну, в общем, у нас, как я вижу, как бы три отрасли, которые, скажем... Ну, на самом деле, это такая, скажем так, не новая история, да, что про комплексное развитие отрасли. Мы можем рассмотреть на сфере ВПК, мы можем рассмотреть на сфере детей, потому что 2,7 миллиарда рублей, соответственно, инвестирует государство в дошкольное образование, и 2,4 миллиарда рублей инвестируют родители, которые мне все равно, соответственно, как бы, кем вырастет ребенок. То есть мы здесь фактически в дошкольном образовании можем говорить про такое совместное... совместное, ну, как, государственное частное партнерство, где целью является, значит, образованный ребенок. Вот. Ну, и либо мы можем рассмотреть, как бы, сферу космоса, потому что это тоже такая сейчас новомодная тема. Выбирайте, как бы, на каком примере мы будем рассматривать комплексное развитие отраслей. Что вам ближе? Ну, смотрите, значит, комплексного развития отраслей у нас нет ни на одном примере, из того, о котором вы сказали. Это первый момент. Одну секунду. Что у нас с интернетом? Чего я улетаю постоянно? Ладно, все тогда. Начнем с того, что для того, чтобы видеть ту или иную проблему, необходимо иметь ту или иную объективную вводную информацию. Вот вы сказали, по объективным причинам мы явно видим, что у нас все в порядке, скажем так, с ростом оборонного промышленного комплекса. Вы как это видите? Какие у вас данные есть насчет того, что у вас, посмотрите, сказать, что у нас есть рост военного оборонного комплекса? Нет, 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 мы объективно. Кроме субъективных. Нет, вот именно как мы... Хорошо, нет. У нас нет цифр фактуры на руках. 30% статьи бюджета как бы сейчас закрыты. Как бы у нас нет объективной фактуры на руках. Мы, естественно, даже если бы она была, мы не могли бы об этом говорить. Поэтому сказать, что мы видим, что там все поперло, а вот там, ну, это все субъективно. Первый момент. Второй момент. Если посмотреть, как финансируют банки, процент роста там просто громадный. Это не обрабатывается добыча крабов. Такой темп роста кредитования, как там сейчас, нигде в стране нет. Поэтому отнести это к оборонному комплексу я, конечно, не могу. Это второй момент. Третий момент. Миллиарды рублей, которые вкладывают государство и родители в образование своих детей. И это, мол, что-то же серьезное, комплексное. На фоне десятков рублей, которые ведут в бюджете, 10 миллиардов туда, 10 миллиардов сюда, вообще это не то, что сдвигает, так скажем, серьезный парадигму развития или там науки, техники, производства в ту или иную степень. Поэтому, честно говоря, мы изначально подходим к разговору максимально не обеспечены объективными показателями. Тем не менее, кое-какие цифры, на мой взгляд, есть смысл рассмотреть и из них сделать те или иные выводы. На что бы я обратил внимание без всякого комплексного подхода? Значит, комплексный подход нам сделать не удастся по-любому по одной простой причине. Комплексное развитие темы требует комплексного планирования. Понятно, да? Без планирования комплексно развивать ничего не получится. Просто там, ну, вообще нет вариантов. Я не знаю, что должно быть в голове у человека, который может говорить о комплексном развитии без соответствующего планирования. Ну, просто нереально. А так как сразу после начала специальной операции, через несколько месяцев, стал вопрос о том, что необходимо переходить на те или иные мобильсорды, рельсов промышленности, или чего необходимо вернуться хотя бы к элементам планового хозяйства, то напомню, руководители самого высокого уровня выступили, что планирование – это не наш путь. И планировать мы как не планировали, так и не будем. Так, опять зависло. Кто-то я опять вырубился. Меня снова выкинул. Патерин Николаевич, а что же такое тогда бюджет, разве как не план? Вот приняли же буквально месяц назад бюджет на три года. Разве не план? Вы знаете, путать бюджет и план – это совсем не план. Это план расходов, а не план достижения. Понимаете? План – это делается… У вас есть какая-то цель, и вы к этой цели должны двигаться. Вот это движение к цели идет по тому или иному плану. А план расходов – это просто план расходов. Вот у вас есть план скушать на обед курицу. Вот это вы запланировали. Назвать это как бы планом развития человека до вечера, ну, на мой взгляд, это понятно, что если вы не позавтракаете, не поедаете, не поужинаете, все остальные моменты вашего дневного планирования могут немножко, так скажем, потерпеть крах и неудачу. Но сам по себе план съесть обед совершенно не говорит о том, что вы достигнете план по производству той или иной продукции даже в виде отходов. Я так скажу аккуратно. Поэтому в данной ситуации, еще раз, комплексное планирование – это необходимо для комплексного развития. Все. Значит, с точки зрения, что у нас по этому поводу в стране есть, я скажу, да, в стране у нас по этому поводу есть. И такие известные специалисты, как Елена Николаевна Бедута, которая уже сколько лет пропагандирует, как называемый, бежотрясливой баланс, да, расчеты, соответствующие моделирование, которая, в зависимости от того, какие цели вы станете ставить на конце в плане производства, рассчитывает, какие ресурсы вы должны обеспечить по всей цепочке сложных видов производства. Это кадры, это материалы, это технологии, это оборудование и так дальше. Потому что сегодня любое сложное производство – это как минимум несколько десятков между собой взаимовязанных предприятий, каждый из которых в основном является частным. Напомню про это. И если какой-то из них по тем или иным причинам попадает в ситуацию нездоровую, то ли хозяин проворовался, то ли банки грабанули, что тоже бывает, что-то еще произошло, то весь комплекс других предприятий, которые связаны были на это предприятие, начинают страдать и не выполняют те прогнозы, планов нет ни у кого, под которые им выделялись те или иные ресурсы. А выделяются сегодня ресурсы в основном или банками, или государствами. И если вы не выполняете те или иные прогнозы по государству, то там уже прилетают непосредственно санкции и наказание от самого государства, что вложат еще несколько предприятий в этой цепочке. В общем-то, на финише после этого ничего из целевых установок не получается. Но если опять-таки говорить про кадры там доцепили, я коротко обозначу тот же момент, который я уже говорил. Что значит государство вложилось, родители вложились. Наверное, бизнес тоже где-то вкладывается. Не наверно, а точно. То есть отдельно вкладывается бизнес, отдельно вкладывается государство, отдельно вкладываются родители. А с какой целью вкладываются все три этих составляющих частных государственных партнерств. Ну, давайте еще раз. Цели бизнеса, государства и родителей в этом вкладывании денег в ребенка, они совпадают или нет? Задать себе вопрос. Совпадают ли... Я думаю, что да. Все три сильные... Да. Вы думаете, что да. Понятно. Ну, хорошо. Вы думаете, что да. Тогда давайте определимся с точки зрения государства по образованию. А какая цель государства, когда оно вкладывается в образование детей? Давайте вот определимся. Ну, я предположу, что выращивание... Там что-то вопрос. Как? Ну, выращивание человека, дать ему образование, Какая цель государства... То есть ничего, кроме ума, образование давать не должно, да? Но ум, воспитание... Значит, это вообще образовывание. Давайте его учить. Стоп. Воспитание – это одно. Ум – это другое. Это, еще раз, это совершенно разные вещи. Еще раз. Государство что воспитывает в школах? И, вернее, кто? Государство уже ничего не воспитывает в школах. Мы же уже определились, что образование – это услуга, которую оказывает государство. Государство не может оказывать услугу по воспитанию. Оно, конечно, воспитывает, но это уже услуга. Образование – это уже услуга в нынешней ситуации. Услуга всегда является платной. Вот за эту услугу школы, университеты, садики получают деньги в бюджетах. Итак, цель государства, которое вкладывает деньги в образование. Еще раз. Не знаю, Владимир Николаевич, нет у меня такого ответа. На самом деле, я ведь обращаюсь не к бабушке из сибирской деревни, даже из измушки, я обращаюсь к очень известной компании, известному аудитору, который столько лет работает с бизнесом и государством, перемещаясь из крупных офисов московских в Думу, в Совет Федерации и обратно. И вы мне говорите, что вы не знаете, какие цели государство образовывает детей. Ну, я просто в обоих своих детей вкладывала свои деньги. Я бы над вами посмеялся. Но, понимаете, не могу посмеяться, потому что я тоже не знаю, какие цели государство ставит перед собой, когда занимается образованием наших детей. Почему? Потому что та или иная подготовка детей в виде образования культурного кода и так дальше, оно все равно имеет какую-то цель. Если мы сегодня говорим, что наша цель – это создание 25 рабочих мест, миллионов, это высокопроизводительная сложная продукция, это, наконец, опять создать нашу страну, сделать ее индустриальную, то есть индустриализация номер два, ради этого. И дальше у меня возникает вопрос. Если государство столько вкладывает, то почему у нас в стране закрываются наши профтехучилища, а те, которые есть, превратились в такое непонятное, не надо как назвать, то есть мы не выпускаем специалистов для новой индустрии. Мы их не выпускаем. Вадимир Николаевич, здесь я с вами не согласна, потому что, ну как, отчасти согласна, отчасти нет. Почему? Объясню. Значит, я здесь была на одной профильной сессии про инвестиции в человеческий капитал. И там был министр труда и социального развития, Антон Олегович Котяков. И, собственно, как бы у меня был вопрос, как всегда, из зала, потому что он сказал, что инвестициями в человеческий капитал должны быть заинтересованными и сам человек, и государство, и бизнес, кстати, в том числе. Вот, и он сказал, что они сейчас... Он читал мои работы 15-летней давности, и мои работы читал, поэтому он это дело оттуда вышлинил и сказал. Он сказал правильно, он сказал, должны, 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 должны. Вадим Николаевич, я дополню. Но не заинтересованы. Почему? Они сейчас готовят, он сказал, опять же, это с его слов, я пока не залезала в документы, не проверяла, с его слов, что они сейчас готовят программы развития, соответственно, на 10 и на 15 лет вперед, где, соответственно, будет понятно, какие нужны будут кадры государству, ну, как бы, чтобы мы могли хотя бы немножко планировать, да, как бы, и готовить нужные, в институтах нужные кадры. Это возвращаясь к вопросу про образование, да. В 30 лет мы не понимали, что пора бы подумать над тем, какие нам кадры готовят в школах, в ПТУ и институтах. В 30 лет мы не понимали. И вот пришел мудрейший министр, и сказал, а давайте мы, наконец, подумаем. А вообще говоря, кого мы будем готовить через 10 лет? Мы сейчас, мы, наконец, об этом подумаем. Ребята, не слишком ли долго министры образования думали над тем, что пора подумать, для каких целей и для каких задач мы будем готовить людей? Понимаете? Об этом и речь. Значит, вам только что министр образования сказал, что он, пересказываю его фразу, мы не знаем, для кого мы сейчас и для чего готовим кадры. Уже столько лет. А теперь, понимая, что мы не знаем, для чего мы готовим, мы сейчас должны подумать, собраться и начать их готовить под те цели, которые пока мы тоже не знаем. Но мы должны готовить. Он согласился. Он согласился с тем, что это комплексная задача, что это не только про кадры, это про социально-экономическое развитие в том числе. Поэтому... Итак, вот эта задача. То есть, для того, чтобы готовить кадры для чего-то и для кого-то, необходимо знать цель тех, для кого и для чего готовить. А дальше у него возникает вопрос. Если в стране нет ни одной долгосрочной целевой программы по развитию, у нас в лучшем случае программы государственные это год. Что такое программа государственная? Она должна иметь свое финансирование. У нас финансирование выделяется в лучшем случае на год. И каждый год сидишь и думаешь, дадут по этой статье финансирование или не дадут. Поэтому у нас, в принципе, нет долгосрочных программ. Некоторые из них, особо важные государственные программы, могут иметь ремонт планирования два, а то три года. Может быть, но не всегда. И сейчас не имеют. А дальше возникает вопрос. Подготовка кадров. Даже я, опять-таки, институт, это с первого курса по магистратуру, это пять лет, как минимум. Но для того, чтобы ты поступил на определенную профессию в институте, ты должен иметь определенную степень подготовки, которая должна пойти в школу. То есть сегодня, сегодня для того, чтобы говорить о тех кадрах, которые нужны и куда нужны, у вас должен быть горизонт планирования в государство и в бизнесе в том числе, порядка от семи и выше лет, где вы сегодня такого рода бизнес России знаете? Опять-таки, а вот почему бизнес не вкладывается в кадры? Стоп. Значит, вопрос, а почему бизнес не вкладывается в кадры? Чтобы бизнес вкладывался во что-нибудь, он должен понимать перспективу этих вложений. Согласитесь, верно? Согласна, да. То есть мы с вами узнаем, мы с вами знаем, что подготовка кадров занимает, даже для бизнеса, неважно, даже самое простейшее от пяти лет. Если не для офиса, бумажной переставки, а для работы на предприятиях индустриальных, от пяти лет занимает подготовка кадров. Я вам скажу, путь токаря от второго разряда до четвертого, это четыре года. А четвертый разряд это по большому счету простейшая работа токарная, это еще не специалист. А это уже четыре года. А в это время токарь второго разряда будет идти дальше, ломать станки, ломать оборудование, ломать инструмент и делать бракованную продукцию. Он будет учиться. Очень дорого на самом деле. И дальше возникает вопрос у бизнеса. А кто-нибудь прогарантируете, что государство не поменяется приоритет? Мы на какие сейчас обещания государства должны ориентироваться, чтобы сказать, ребята, мы верим в государство, поехали. Сколько вам привести примеров, когда государство обещало не только отдельно зато бизнесом, а всему населению страны сделать то, то есть для того, чтобы вкладывать инвестиции, неважно во что, в станок, в оборудование или в кадры, надо иметь понятную перспективу. То, что сейчас допустим наше предприятие вкладывается в кадры, это не потому, что я понимаю перспективу, нет ни по этому, просто потому, что допустим, я как старый советский инженер, так скажем, заточенный на производстве, индустрии, я понимаю, что кто-то должен тем делом заниматься, но логического обоснования в долгосрочной перспективе у меня ответ в основании нет. Нет ни одной программы государства, под которую я должен сказать, что через пять лет это сохранится, движение, понимаете? Такого основания у нас нет. И с точки зрения, допустим, вы говорите, оборонка, так, тоже быть ситуация на самом деле неоднозначная. Я тут немножко, наверное, в сторону отойду от отрывания. Смотрите, какая ситуация. Вроде бы санкции, вроде бы все плохо, вроде бы кругом проблемы. И при этом мы показываем рост ВВП скорее всего превысит 2%. Это, конечно, совсем никакой рост. Это очень маленький рост. Но характерно то, что этот рост выше, чем был рост ВВП до санкции России. Что характерно. То есть случилась интересная вещь. Оказалось, что если в период санкций мы начинаем работать несколько по другим условиям, мы финансируем оборонный комплекс. Мы финансируем туда, 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 туда. И вот ВВП пошел расти. А интересно мне спросить, то есть, если надо, если тяжело, если страна стоит на порохе и необходимости каких-то проблем, то деньги государства для того, чтобы производство и ВВП от промышленного роста появились. И многие говорят, а вот когда закончится СВО, все эти оборонные предприятия в том масштабе, в тех объемах будут не нужны. И все. И ВВП снова упадет. Так, секундочку. А вот здесь для меня сразу возникает вопрос для министров образования и всех остальных. Особенно министров финансов, развития и прочих центробанков недоразвития, так скажем. Таким образом, получается, что в принципе, когда стране надо, она может напрячь свои финансовые ресурсы и обеспечить рост ВВП. Мне надо сказать, но это же оборонка. Это же оборонка. Это же для хозяйства не надо. Но ВВП вырос. А для хозяйства этого не надо. А когда мы для хозяйства, мы, а что мы в этой ситуации? А дальше у меня возникает простой вопрос. То есть, если государству надо, она может профинансировать промышленное производство и рост промышленного производства, так, что он обеспечит 2-3 и сколько там процентов рост ВВП ежегодно. А дальше, секундочку, то есть, если не будет специальной военной операции, в какой-то мере уже снижаются санкции против нас, мы можем не финансировать больше оборонные предприятия, в том, как мы финансировали. Но промышленное производство, кто нам мешает финансировать? Точно так же, как мы, ну как же, китайцы дешевле, китайцы лучше, это же хорошо. Стоп. Согласен. Китайцы сейчас и дешевле, и качество у них уже хорошее, все нормально, согласен. Но, если мы говорим о том, что у нас раньше не хватало денег на производство, стоп, у нас на военные действия хватило денег? Хватило. Что мешает воспринимать конкурентную борьбу на нашем рынке, как противостояние близкое к военному положению? И продолжать финансировать производство в своем отечественном развитии непосредственно так, которое позволяет расти темпами выше мировых. Оказывается, ресурсы-то в стране для этого есть. И в отличие от оборонных расходов, которые никак не были нужны с точки зрения использования внутри России, и не создавали товарную массу, промышленное производство, которое будет расти у нас в стране, будет создавать промышленную массу, востребованную у нас в стране, а рост товарной массы при этом решит задачу в том числе инфляции. Потому что сегодня оборонное предприятие, как бы там ни говорили, но я могу согласиться с частью экспертов, что рост ВВП за счет оборонки он немного разгоняет инфляционные моменты. Неизбежно. Почему? Потому что ВВП растет, а товарной массы нет, которая поступает на рынок. Есть такие нюансы. Но то есть важно другое, чтобы когда это все закончится, та позиция, которая в общем-то принята сейчас в рамках финансирования задач по специальным операциям, она плавно перешла в задачи финансирования развития индустрии и промышленности производства. И это однозначно потребует, опять-таки, если, конечно, будет задача поставлена, комплексного планирования и возврата хотя бы к элементам планового хозяйства. Но пока этого нету, пока никто не обсуждает, более того, все говорят, после окончания специальной операции потребность в рабочих кадрах резко снизится. Это уже эксперты, высшая школа экономики пугает, говорит, что так произошло в свое время в Америке, там, 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 уже не раз проходили, что после войны оборонные копии сворачиваются, начинаются проблемы в производствах, так скажем, промышленных производствах. Если один момент тогда возникает, тогда, тем более, необходимо иметь понятные целевые установки, которые дает государство. И я возвращаюсь к вопросу, какие кадры нужны государству? Говорите, ну, опять же, с точки зрения родителей. Родители действительно хотят, чтобы их дети были грамотные, умные, а вот родители, кроме того, что правильно хотят, чтобы они были умные. Они же рассчитывают на то, что ребенок, пройдя ту или иную подготовку, будет востребован на рынке труда и высокооплачиваемый работник в той или иную отрасли и сфере, он будет востребован, а родители примерно представляют, о какой сфере востребованности мы с вами говорим. Нет, ну, понятно, есть понятная такая фраза модная IT, очень модная сфера IT. И мы считаем, что там будет надо. Вот через пять лет мы выпустим 15 миллионов IT-шников и они все будут... Я об этом не уверен. Почему? Потому что живу, как говорится, долго, мне 300 лет я выпал из тьмы, я помню Советский Советский. Я приезжаю в Минск после школы и смотрю, где самый высокий конкурс для абитуриента. нахожу Минский радиотехнический институт, кафедра микроэлектроники, понятно, микроэлектроника модно, все там, все это само, туда документы. Готовили этих электроников в советское время. И кто из них востребован остался? Наши группы, с нашего потока, хорошо, если один человек сегодня, так или иначе, вроде бы, касается этой темы. Но готовили электроников. Да, хорошая подготовка, физика, химия, математика, все дела. Но она оказалась невостребованной. Потому что перед 90-х годами пошли миллионы юристов и экономистов. Владимир Николаевич, я здесь с вами не согласна. Это иллюзия находиться... Я не согласна с вами, потому что сейчас слишком быстро изменяется. Вот пока, посмотрите, буквально там пять лет назад не было такого валового запроса на специалистов в области искусственного интеллекта. Пока у нас не появилось этот чат GPT. Поэтому здесь, мне кажется, тренд самый главный и верный это образование всю жизнь. То есть нужно постоянно как-то держать нос по ветру и понимать, какие есть тенденции. Согласны, что надо нос по ветру держать. Я же не говорю, что не надо образовываться всю жизнь. Надо. У меня одних дипломов этих повышки не считая иностранных четыре наберется. Но по большому счету из них уже кроме первого инженерного все остальные уже не нужны. Просто я мог их и не получать. И красные, и синие, не важно. Я про другое. Я про то, что чтобы нос по ветру держать, этот ветер должен куда-то дуть. А я вот задал вопрос еще раз. С чего начался ваш разговор? Вы знаете, какие кадры будут в стране нужны через 10-15 лет? Вам пришел целый министр образования и сказал... Я задала этот вопрос министр, он пока не ответил. Они готовят программы. Мы подумаем над тем, кто нам будет нужен через 10 лет. Я вам скажу, как происходит вообще сегодня планирование производства кадров. Я это дело наблюдаю постоянно. Те или иные институты, университеты, департаменты образования разных областей скидывают на предприятие заявку. Скиньте нам, пожалуйста, сколько вы собираетесь через 5 лет иметь инженеров там, концентров, технологов и всех остальных. И народ, естественно, кому-то один, кому-то два, кому-то три надо. Говорят, ух, так у вас там нет ничего. Так зачем мы будем вообще их готовить? А почему заводы не сбрасывают? Потому что они сегодня живут последний год. Ну, может быть, следующий год последний будет, а может и нет. А через 5 вообще никто не понимает, что будет из того, что осталось в машиностроении. И, соответственно, те говорят, так, вот у нас денег дали на 400 человек, значит, на инженеров мало кто попадался, сколько там, 12 человек, даже группу не набираем. Нет, мы ее вообще не будем формировать. Мы не будем ее формировать, и поэтому давайте снова сделаем юристом-экономистом. Опять же, это проще подготовка дешевле с точки зрения профессоров, это с точки зрения пособия и всего остального все дешевле. То есть, еще раз, не бизнес должен планировать, какие ему нужны специалисты. Государство должно планировать вектор своего развития. В рамках вектора своего развития должно быть сказано, нам необходимо, вот мы же с вами говорим о том, что к 30-му году надо построить тысячу самолетов. Да? Нам же объявили, что тысячу самолетов будет построено. Потом продали решили, что не тысяча, а 900, потом 800, потом 700, теперь 500, но все равно пока производство самолетов к тому году исчисляется сотнями. Но у меня возникает вопрос, а вот под это количество самолетов, которые с точки зрения цепочки производства, это порядка 15 триллионов рублей, и в которых 30% это будет заработная плата. Мы заработную плату по этой цепочке кому будем платить? Там точно все у нас нормально с точки зрения обеспечения кадровым потенциалом, начиная от людей, которые работают в цехах, кончая консерватерами, технологами, разработчиками и всем остальным. Уверены? И дальше возникает вопрос. Где-то в какой-то оптимистной программе потребность подготовки специалистов для авиастроения у нас уже прошла, уже все, мы открываем новые специальности по авиастроению, которые должны обеспечить... Если у нас не выпускалось самолетов 30 лет или выпускалось по два самолета в год, мы же понимаем, что переход с двух самолетов в год до сотни это соответствующее увеличение кадрового потенциала. И непосредственно специалисты в этом отрасли у нас где-то просвистела такая заявка про эти мы слышали, что вот сейчас поступайте, все будет хорошо. А самолеты кто будет строить. Я просто ничего не слышал, если я скажу честно. Поэтому вот здесь еще раз о том, что родители сейчас должны думать о будущем своем детей, я согласен. Я сам в конечной ситуации. Я знаю только одно, что в лучшем случае, что я могу дать ребенку своему, это максимально серьезная подготовка к естественных науках. и плевать я хотел, скажу грубо, на неестественные науки, которых примерно 70% в школьном образовании. Неестественные науки забивают голову ребенка мусором. Почему? Потому что раньше неестественные науки, они выполняли роль воспитания ребенка как члена общества того большого. А сейчас? Сейчас историю переписывают раз в 5 лет. Многие моменты, которые меня, мягко скажем, смущают в подготовке того, что мне кажется будет нужно для будущей постоянной самоподготовки и самосовершенствования ребенка в будущем. То есть база... Что нужно будет, Владимир Николаевич? Что нужно будет? Что вы считаете важным? Ну, я могу ошибаться, это субъективное мнение. Но мое понятие следующее. Значит, базовая платформа математика, физика, химия. Это вот просто. В рамках этих... На эту платформу, на фундамент накладывается следующая такая интересная прослойчика. Следующий этап это информатика. Функциональная технология. Вот вот эти 4 вещи, которые независимо от того, куда пойдет ребенок, необходимо как бы развивать. Причем, допустим, мы в этом году и в прошлых годах уже делали следующий эксперимент, они достаточно работают. У нас есть литы в ЧППС АМТЭК. Ну, серьезная, на самом деле, школа, она входит в лучшую школу России. Вот когда там проходят олимпиады, допустим, в городе, по химии, математике, физике, вот из 30 финалистов, которые в городе, это процентов 40, а то и 80, это участники этой школы с АМТЭК. Так вот, ребята, которые закончили там 9 классов или 10, в принципе, у нас на заводе успевают получить подготовку, условно говоря, инженера-чертежника и просто чертежника в 3D-программах и черчения и успевают месяц-другой поработать летом, зарабатывая деньги как конструктор, ну, скажем так, высокой категории, которая перечерчивает те или иные чертежи с бумажно-носителя на электронные. Вполне себе хорошая школа. То есть, пока ты этим делом занимаешься, ты понимаешь, как устроены работают заводы, производство, технологии, ты вынужден все равно немножко соображать и уже фанерс от фаски отличать хотя бы по названию. Ну, для меня это понятно, а вот для кого-то там в Москве что фланерс, что фаска и там на букву фэн начинается, ничего страшного. Я про другое. То есть, вот там, где науки естественные в приоритете находятся, вот там дети очень сильно развивают мозг и уже в школьном году успевают получить туную практику, при этом они неизбежно попадают в работу со сферой IT и технологий, что тоже безусловно в будущем будет. Я не знаю, как будет там складываться через пять лет, но у них базовый пакет знаний для этого точно будет равен. И вот, ну, это мое субъективное мнение. я могу ошибаться. Оно важно для вас, для нас, для вас, для всех. Поэтому вопрос не в том, что мы знаем цели и задачи государства. Моя задача сейчас, в том числе вот как отца, подготовить своих детей к любым неожиданностям, которые принесет государство. Но, опять-таки, сказать, что у меня и у государства, и у бизнеса одинаковые цели, которые мы со всех сторон триедино финансируем, я не могу сказать. Я не знаю цели государства. У нас нет государства, нет идеологии. Если у государства нет идеологии, значит, у нее нет целей, как по определению. А мы работаем как чужих, внешне поставленных нам целей. Об этом недавно признал, в общем-то, и наша глава Следственного комитета Бастрыкин, что про идеологию. А раз у нас нет своей идеологии, значит, у нас чужая идеология. Раз чужая идеология, значит, у нас тугие цели. А раз у нас чужие цели, я не хочу готовить специалистов и вкладываться под цели, которые нашей стране ставят другие страны или другие силы. Ну, у меня рука не поднимается финансировать за счет бизнеса решение задач враждебным нам странам. Хотя многие целые вузы ратных экономик этим делом занимаются и готовят людей именно для этих целей в том числе. Ну, это мое субъективное неправильное, конечно же, мнение. Батрин Николаевич, большое вам спасибо. У нас просто уже фактически закончилось время. Очень много тем всплыло по ходу. Тогда продолжим в следующих эфирах, если вы не возражаете. Нет, конечно же. Просто я к тому, что в данной ситуации нельзя сразу бросаться на ту или иную как бы тему эмоционально. Вот я считаю, если страна могла мобилизоваться в промышленности для того, чтобы расти в 2,5% ВВП в год за счет промышленности, значит, что нам не мешает и в мирное время как минимум эти 2-3% обеспечивать. Просто необходимо не расслабляться после того, как мы неизбежно перейдем к мирному строительству. Нам нужна цель. Зафиксировала. Спасибо. И до новых встреч. До свидания.